В мемориальном комплексе «Брестская крепость Героя» открылась выставка «Сабибор. Возвращение. Подвига Александра Печерского». Сама презентация прошла в выставочном зале экспозиции «Музей войны. Территория мира». Вернисаж предоставила Российская некоммерческая организация «Фонд памяти Александра Печерского». Мы уже давно работаем с фондом Александра Печерского. Это уже третий наш проект. И убедились в том, что с ними хорошо сотрудничать. Откликается на наши предложения, на наши просьбы. И вот сегодня очередной проект, который приурочен к Международному дню узников фашинских концлагерей, малолетних узников. Эта тема, которая сегодня где-то с особой силой звучит везде у нас в Беларуси, я думаю, что и не только в Беларуси, и в России, я думаю, она должна по-особому звучать и в целом мире. Потому что время заставляет, к сожалению, обратиться к этой теме геноцида, уничтожение еврейского населения, геноцида белорусского народа. Абсолютно верно. Миллионы белорусов тоже погибли. Выставка состоит из 20 планшетов с копиями документов и фотографий, свидетельствующих о восстании в Собиборе, а также о признании подвига самого Печерского уже после войны. Около 80 предметов экспозиции рассказывают о жизни героя, его семье и других участниках побега. В течение долгих лет память об этих событиях трудно пробивала себе дорогу, и ее участники не были награждены и достаточным образом признаны. Ну и, пожалуй, последнее, это то, что сегодня, так сказать, историческая справедливость в каком смысле восторжествовала, и теперь о подвиге защитников Брестской крепости, о подвиге участников восстания в лагере смерти Собибора знают в России, Белоруссии, на постсоветском пространстве, в Европе, да и во всем мире. Архив фонда Александра Печерского и его товарищи из Собибора насчитывают около 2000 экспонатов. В Брест привезли наиболее ценные. Также гости выставки стали первыми зрителями мировой премьеры документального фильма «Непокоренные» о сопротивлении в лагерях смерти в годы Великой Отечественной войны.